Мы говорим в Расшана, Ильям Кипур, «Чува, тфила, уздака, молитва, уздака, благотворительность». Буквально это помощь бедным, это отменяет дурное постановление. Есть вопрос, принципиально, я хочу, чтобы вы поставили этот вопрос. Почему не упоминается Тора? Мы начали печалить в книгу брата Вилинского Гаона, Мала Сатойра, что переводит от имени Аризара, что в Торе есть все искупление грехов и все прочее. Я слышу два объяснения. Одно, что нет Чувы без вращения к Торе, часть Чувы. Рапштейн говорит, что подобает всем. Не все могут учиться. Женщины, например. И люди, когда совершение, могут учиться. Но другие вещи, да, могут делать. И поэтому, чтобы что-то для нас надо заново получить на принятность в том, что если бремя Торы в Юмки-Пур, бремя имеется в виду изучение и исполнение. И это бремя нам надо превратить в бремя радостное, которое нас радует. Если нам надо молиться об этом, молиться об этом, искать всевозможные пути, удостоиться радости изучения Торы. И, кстати говоря, это тоже зависит от искупления грехов. Когда человек, когда что-то на душе не то, то то не воспринимает, как положил. И надо удостоиться, в частности, во время Симхастойру. Я не буду давать сейчас советы, но я хочу коснуться одной вещью Симхастойру. Есть в Макзоре Симхастойру во время калькафот, молитвы. Кроме того, наш народ, то, что он поет Симхастойру, танцуя, это тоже молитва. Это кражение молитвы, что Всевышний сделал Тору частью нас самих. Чтобы это действительно произошло, то, что называется, хакика. У нас был врум для Тора, который невозможно с нас выкорчивать. О, и потом еще одна маленькая вещь. Тут тоже есть такой тяжелый период. Говорит, что время в Сукхоте нельзя останавливаться. Еще у нас тяжелый период выхода из Сукхот. Начало следующих годов будней. Вот, по-моему, Сукхот. В конце Симхастойра начинается переход в будни. Разбирают Сукхот. То сразу, то не сразу. Опять останавливаются. Не надо останавливаться. Есть обычный такой, обычный, очень известный. Так называемый Акафот Шниот. Повторный Акафот. В конце, после конца праздника. И с музыкой и так далее. В чем смысл этого? Продолжить радость Торы на дни будней. Это очень старый святой обычай. И рассказывают об Аризале. Что Аризал, он ходил на все Акафот Шниот. В Сфате пока не кончались до утра. И тоже был в себе местах, где Акафот Шниот до восхода солнца. Есть, конечно, Вахарат шалом. Там есть танцует всю ночь. Всю ночь. Важно просто потом. Потом приходим к Шаббат Брейшису. Надо заново начать учиться. Когда очистились. На свое искупление грехов надо хранить. Это великий дар Всевышнего. Он был дарован. И погрузиться в учебу заново. Заново. И постараться вникнуть в Тору. Трудиться над ней. Чтобы начать, так сказать, Новый год. Мы раз говорили, что говорится, что читают главы проклятия перед Росшаном. Как сказано в Талмуде в Захт Магире. Техле шанава Хлеротея. Укончил с горьего проклятия. И начался год его благословления. Что такое с Гулаби? Смысла у него нет. Есть у нас большой урок. Надо кончить с нашими недостатками в предыдущем году. Которые были причиной, не дай Бог, проклятий. Начать год. Жить так в начале года, чтобы наша жизнь была причиной благословления. И я сказал, что он был в Талмуде. Он сказал, что он был в Беркотея. Он сказал, что он был в Беркотея. «Беркотея» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...